Предъявлять сертификат о вакцинации при входе в общественный транспорт в регионе не надо. Но кто знает, как изменится мир через полгода. Пока в стране говорили только о необходимости введения QR-кодов в самолетах и поездах. Иркутские общественники выступают против этого законопроекта. Усольский активист даже объявил голодовку, но накануне заявил о ее завершении. Длилась она 13 дней. Все это время Михаил Ожиганов находился в спецприемнике. Там он оказался из-за съемок видеообращений к властям с просьбой отменить систему QR-кодов. Суд расценил запись роликов как митинги, а Михаил ощел их организатором. Сначала мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей, а за второй ролик арестовали на 25 суток. В своих соцсетях активист объявил, что завершает голодовку, потому что удалось добиться публичного обсуждения законопроекта. Прекратить голодовку Ожиганова просила и уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова. Семенова приезжала к нему в спецприемник лично. Она также принимает обращения жителей, которые или выступают против QR-кодов, или у них возникают вопросы к законопроекту. Все те вопросы, которые задают люди, обратившиеся, они на самом деле по большей части обоснованы. И у меня есть большие вопросы к тексту этого законопроекта. Почему я его в таком виде лично не поддерживаю? Возмущения жителей всей страны не остались незамеченными. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Правда, не уточнил, с какой целью его сняли, для отработки или совсем. Продолжение следует...